Всем привет! Наконец-то представляю вашему вниманию суммирующее видео про типы слов. Информации набирается очень много, так что, чтобы не получилось слишком длинно и запутанно, я разобью эту тему на 4 видео. В первом рассмотрим слова, базовая форма которых заканчивается на гласную, и возьмем только единственное число. А во втором видео рассмотрим эти же типы слов, но во множественном числе. Обратите внимание, существуют разные способы классифицировать типы слов. Я рассказываю способ, который удобен мне, который понравился мне. Эта система изначально учитывает и множественное число. В финском языке 8 гласных. Все они могут быть в конце слова. Возьмем 5 столбиков. В первой запишем слова, которые заканчиваются на Во второй слова на В третьей слова на В третьей слова на В третьей слова на А в пятом отдельно будут слова на Длинную гласную или на две гласные. Возьмем сначала первый столбик и запишем 4 слова, в которых не будет происходить чередований КОПТ. Эти слова Просклоняем их по основным падежам. В генетиве окончание Н В партитиве прибавляем О либо А в соответствии с гармонией гласных. Помним о ней и в падежах МИССА МИЛЛА В лативе МИХИН удлиняем последнюю гласную и прибавляем Н. Теперь посмотрим слова, в которых будут происходить чередования КОПТ. Давайте я не буду подробно останавливаться и комментировать КОПТ и падежи, так как не это является темой видео. Вы всегда можете поставить видео на паузу и не спеша ознакомиться с таблицей. В сводную таблицу можно записать коротко, например, вот так. Полную финальную таблицу можно скачать по ссылке в описании видео. Кстати, в моих примерах только существительные, но прилагательные тоже относятся к этому типу слов. Внесем несколько примеров. Я думаю, с этим типом слов все просто, так что перейдем к следующему. Этот столбик мы разделим на две половинки. В единственном числе разницы не будет, а вот во множественном мы ее увидим. Возьмем для начала четыре коротких слова. В этих словах по два слога. Два слова без чередования КОПТ и два слова с чередованием КОПТ. Сразу во всех падежах. Если нужно, останавливайте видео и смотрите подробнее. Теперь возьмем длинные слова. Это слова, которые оканчиваются в базовой форме на ИЯ или на ИЯ. Сюда же пойдут слова, которые заканчиваются на КОКОА, например, МАНСИКА, МУСТИКА. И несколько слов на ЛА, ЛА, НА, РА. В другой столбик запишем слова, которые по-другому меняются во множественном числе. Последняя буква О либо Э будет меняться на ИИ. Примеры без КОПТ. ЛОМА, ЮНА, СЕЙНА, КУВА. Это также двухсложные слова. Несколько примеров с чередованиями КОПТ. ПЁТА, ПОЙКО, ЛЕЙПА. Сюда же относятся и длинные слова. Такие как КАНАВА, ОСЕМА, ОХЕЛМА. В этих словах три и больше слогов. В этот столбик запишем также слова, которые заканчиваются на АЯ. Такие как ОПЭТАЯ, ХОЙТАЯ. И в первом и во втором столбиках, конечно же, могут быть и прилагательные. Такие как ХАЛПА, ЛАЯ в первый столбик. И КЮЛЬМА, КОВА, ВАРА, ЛУКУЙСА, ВАЛТАВА во второй столбик. Переходим к следующему столбику. Здесь у нас слова, базовая форма которых заканчивается на И. И этот столбик мы, в свою очередь, разделим на три части. В первую часть запишем так называемые лайна санат, то есть заимствованные слова. К примеру, ласи, буси, хотели, такси и другие. В некоторых из этих слов будут происходить чередования КОПЭТЭ, например, ПАНКИ. Но в некоторых не будет, например, в слове МУКИ. Скоро мы посмотрим подробнее. Во второй столбик запишем так называемые старые слова. Эти слова мы разделим на две группы. Различаться они будут только в партитиве единственного числа. Первая группа, у них партитив будет заканчиваться на ЭА, либо ЭЭ. Это такие слова, как СУАМИ, НИМИ, МЯКИ, ЙОКИ, ЯРВИ, ЛЕХТИ. У слов второй группы партитив единственного числа будет заканчиваться на ТЭА, либо ТЭЭ. Это такие слова, как ТУЛИ, также и ТУЛИ, КИАЛИ, ЛОХИ, ЛУМИ, МЕРИ, СИЯНИ, СУРИ, СААРИ. И другие. Последняя группа – это старые СИ слова. Слова, которые заканчиваются на СИ, и это очень старые слова. КАСИ, СУСИ, ТАЮСИ, ЮКСИКАКСИ, ВИСИКОУСИ, ВОСИКАУСИ и другие. Теперь посмотрим, на каком основании я разделила слова именно таким образом. То есть, чем эти слова будут отличаться друг от друга в разных падежах. Возьмем по одному слову из каждой группы для начала слова, в которых не будет происходить чередование КОПЭТЭ. Впрочем, в старых словах на СИ чередования КОПЭТЭ будут происходить всегда. Возьмем для начала довольно употребляемое слово КАСИ – рука. В слабых формах будет ДЭ, в сильных формах – ТЭ. Теперь смотрим другие слова. ЛАСИ – это новое заимствованное слово. Во всех формах в конце основы будет ИИ. НИМИ – это старое финское слово. В формах ИИ меняется на ЭЭ. В портитиве прибавляется ЭЭ. Старое слово на ИКИЕЛИ точно так же ИИ меняется на ЭЭ, но в портитиве единственного числа ИИ исчезает окончание портитива ТЭЭ. Возьмем для примера еще четыре слова. Новое заимствованное слово ПАНКИ. Здесь будет происходить чередование КОПЭТЭ, но помним, портитив и ИЛЛАТИВ, МИХИНМОТО, всегда сильные. Затем старое слово, в котором ИИ будет меняться на ЭЭ. ЛЕХТИ, соответственно, в слабых формах ТЭ меняется на ДЭ. Старые слова, у которых также ИИ меняется на ЭЭ, но у которых немножко другой портитив. Сходу я не нашла слов, в которых бы происходили чередования КОПЭТЭ, но прокомментирую. Часто говорят, что эти слова заканчиваются на ЛИ, РИ или НИ. Тем не менее, к этому типу относятся как минимум слова ЛОХИ, А также два слова на МИ, ЛУМИ и ЛИЕМИ. И напоследок часто употребляемое слово ВЕСИ, ВОДА, в разных падежах. Заносим в нашу табличку все слова на И и переходим к следующему столбику. Это слова на ЭЭ. Здесь будет попроще, но тем не менее, этот столбик мы тоже разделим на две части. Одна часть будет поменьше. В этом столбике будет меньше слов. У этих слов конечное ЭЭ не удлиняется, там не происходит никаких изменений. К этому типу относятся, к примеру, слова НАЛЛЕ и НУККЕ. Здесь возможно чередование КОПЭТЭ. Другой столбик будет побольше. Отведу ему две трети места. Здесь будут слова, заканчивающиеся на ЭЭ, у которых основа будет удлиняться. И в единственном числе основа будет заканчиваться на длинную ЭЭ. Рассмотрим сначала слова из маленького столбика, то есть те, у которых конечное ЭЭ не удлиняется. К этому типу слов относятся около двухсот слов. Это молодые заимствованные слова в большинстве своем. К этому типу относятся и некоторые имена, типа КАЛЛЕ и фамилии. На экране вы видите один пример, в котором будут происходить чередования КОПЭТЭ. Это слово НУККЕ. Теперь перейдем к словам, у которых ЭЭ в конце основы будет удлиняться. То есть генетив будет, к примеру, ПЕРХЕЭН, МИССА, МИЛЛА, МОТО, ПЕРХЕСА или ПЕРХЕЛА. Партитив немножко выбивается из этого. Одна ЭЭ, она не удлиняется, плюс ТТО, ТТА, ПЕРХЕТТА. Обратите внимание на ИЛЛАТИВ, форму МИХИН. Так как в конце основы образуется длинное гласное, то по правилам формирования МИХИНМОТО, ИЛЛАТИВА, мы должны присоединить окончание СЭН, ПЕРХЕСЭН. Я, конечно, сейчас сильно преувеличенно произношу длинное гласное. Поехали дальше и посмотрим теперь примеры, в которых будут происходить чередования КОПЭТЭ. Возьмем четыре слова. УСОЙТЭ, базовая форма слабая, одна ТЭ. Соответственно, в генетиве будет меняться на две ТЭ. Партитив тоже слабый. ПЮХЕ, там у нас беглая КО. В генетиве она проявляется ПЮХЕН. РАННЕ, две Н, меняется на НТ. ТАЙДЕ, ДЕ, меняется на Т. В этом типе слов довольно-таки много слов, в которых будут происходить чередования КОПЭТЭ. Будьте внимательны. Записываем то, что у нас получилось в нашу табличку, и переходим к последнему столбику. Слова, у которых в конце будет длинное гласное, либо две разные гласные. Эти слова мы также поделим на три части. В первой будут короткие слова, односложные, в конце которых будет либо длинное гласное, либо две разные гласные, то есть дифтонг. Второй столбик – это длинные слова, обычно двусложные, в конце которых будет длинное гласное. И третий столбик – это длинные слова, двусложные, либо длиннее, в конце которых будут две разные гласные. Теперь быстренько посмотрим, как они будут изменяться по основным падежам. Возьмем для наглядности слова с разными окончаниями. В генетиве ничего особенного нету, портитив у них разный. Обратите внимание, что у слов, которые оканчиваются на «э-а», либо «э-э», возможны два варианта портитива. Можно просто сказать длинную «а», либо можно прибавить «т-а». Самое интересное, конечно, это формы латива. У всех слов они будут разные. Смотрите, в этом типе слов встречаются все три варианта окончания иллатива. Вот, в принципе, все и готово. Хотя нет, прокомментирую еще один момент. Возможно, кто-то уже и сам заметил, что в слова, заканчивающиеся на «а», затесалось пару слов на две гласные. Почему я их поместила именно в этот столбик, а не в последний? Потому что они будут изменяться по тому же принципу, как и другие слова, заканчивающиеся на одну «а». Это связано с делением на слоги. Табличка, возможно, получилась не очень красивая. Надо бы ее немножко причесать, но пока пусть будет так. Скачивайте ее в описании к видео. К этой теме мы еще вернемся. Позже рассмотрим эти же типы слов, но во множественном числе. А пока смотрите другие видео. Субтитры сделал DimaTorzok